Вы наверняка слышали про американскую мечту? Ну, про то, достижимое счастье собственным домом, лужайкой и бассейном с внедорожником. Ради чего миллионы американцев вот уже второй век стоят с утра пораньше, рискуют здоровьем, рвут конкурентов в социальной гонке, влезают в долги, берут ипотеку, учатся в кредит и пашут, и пашут, и пашут. Так вот, у казахов тоже есть такая мечта. Тоже дом, бассейн и внедорожник, только без этой всей чепухи, где надо пахать и пахать. Лучит она примерно так. Казахи должны жить, как в Дубае. Бая собакой называешь, а сам баем хочешь стать. Наберешь бутраков, будешь их на гайки лупить. Будешь. Это, брат, марксизм. От него никуда не денешься. Наука. Салем, Жулдас, ты на канале Красная Юрта, и сегодня мы поговорим, как осуществить эту мечту. И по древней красноюртовской традиции мы начнем с истории. С истории Арабских Эмиратов, которая уже 30 лет является для наших граждан эталоном правильной жизни нефтедобывающей страны. Бастаймс. Объединенные Арабские Эмираты появились на политической карте мира только в 1971 году, после объединения шести эмиратов. Абу-Даби, Арджман, Дубай, Умель-Кавейван, Фуджейра и Шарджа. В 1972 году к ним присоединился эмират Рассельхайма. Однако история самих эмиратов уходит еще ко временам арабского халифата, когда были основаны крупные города региона – Шарджа, Дубай и Фуджейр. В конце 15 века начинается европейская колониальная экспансия. На тот момент мировой гегемон, Португалия, нарушает монополию арабов на торговлю пряностями, для чего устанавливает контроль над проходом в Красное море и Арзумским проливом. Но на смену Португалии росла и развивалась молодая капиталистическая морская держава – Великобритания. В ходе конкуренции отбившая в 1622 году остров Армуз, а затем в 1648 году и Оман, носивший имя Максат. Ой, то есть Маскат. И вот уже к 18 веку Британская империя сама становится гегемоном и контролирует все торговые морские пути от Азии до Европы. И так как эти пути как раз проходят через Персидский залив, то и он становится объектом пристального интереса как Британии, так и Наполеоновской Франции. Но неудачи в Европе так и не дали французам закрепиться в этом районе. Были ли такому вниманию европейцев рады местные жители? Да нет, конечно. Ведь английские мореходы монополизировали грузоперевозки между портами Персидского залива, лежив жителей главного источника существования – торговли. Это привело к длительным конфликтам между австинской компанией и местным арабским населением, которое англичане называли «пиратами», а район Эмиратов – «пиратским берегом». После десятилетий столкновений для усмирения непокорных арабов в 1809 году в Рассельхайму был отправлен первый британский экспедиционный корпус. Эта операция привела к подписанию мирного договора между британцами и Хусан-бен-Харахмой, лидером государства Аль-Касими. Этот договор был нарушен в 1815 году, и в 1819 британцы организовали вторую, более успешную карательную кампанию. В этот раз британская эскадра разгромила флот шейхов пиратского берега, разрушила их крепости и города. И в январе 1920 года шейхи шести эмиратов подписали генеральный договор о мире, к которому присоединился правитель Бахрейна. Британия начала приносить мир и демократию, ой, то есть порядок и цивилизацию, еще до того, как это стало майнстримом. Этот мирный договор, формально направленный против пиратства, рабства и работорговли, но не затрагивающий вопрос о междоусобных морских войнах, узаканивал британское присутствие в водах и на побережье залива. Нарушавший договор, недружелюбные племена карались британским флотом. Пуша! Они заряжают пушку! Зачем? А, они будут стрелять! Играя на противоречиях между египетскими правительствами и саудитами, британская дипломатия подтолкнула арабских правителей пиратского берега к подписанию в 1835 году первого морского перемирия. Согласно которому шейхи были обязаны в период сбора в море жемчужных раковин воздерживаться от междоусобных морских войн. С этого времени берег был переименован Берег Перемирия или Договорный Оман, который через 50 лет после принуждения к миру правители эмиратов станет протекторатом Договорный Оман. Протекторат – это государство, которое контролируется и защищается другим, суверенным государством, так как протекторат не обладает суверенитетом. В обмен протекторат обычно принимает определенные обязательства в зависимости от условий их соглашения. На практике протекторат часто имеет прямые международные отношения только с протектором и передает ему управление всеми своими наиболее важными международными делами. Протекторат редко предпринимает военные действия самостоятельно, но полагается на протектора в своей защите. Это отличается от аннексии тем, что протектор не имеет формальных полномочий контролировать внутренние дела протектората. Согласно заключенному соглашению, правителям эмиратам и их преемникам запрещалось без согласия Великобритании заключать договоры и вступать в отношения, уступать, продавать, сдавать в аренду или давать разрешение на оккупацию какой-либо части своей территории Третьей Державе. На территории княжеств были созданы английские военные базы, а политическое управление проходило через британского агента. Так, окончательно запрещалась работорговля, что лишило важного источника дохода некоторых шейхов. Взамен англичане обещали защищать договорный Оман от всякой агрессии с моря и помогать в случае нападения суши. Установление английского протектората не привело к разрушению традиционной для региона патриархальной системы, и местные жители продолжали следовать древним традициям. Надо отметить, что до открытия нефти в 20 веке главным источником дохода была добыча жемчуга. По примерным подсчетам, к началу 20 века в договорном Омане действовало более 1200 судов для ловли жемчуга, имевших в среднем экипаж из 18 человек. Это означало, что в течение лета на жемчужных берегах отсутствовали наиболее трудоспособные мужчины. Таким образом, британская протекция позволяла действовать жемчужным флотам в относительной безопасности и не опасаться нападения Саудовского или других соседних государств. Тем более, бояться есть было чего. Среднегодовая стоимость жемчуга из Персидского залива на рубеже веков оценивалась в полтора миллиона футов стерлингов. При этом дополнительные 30 тысяч футов стерлингов были получены за счет экспорта перламутра. Первая империалистическая мировая война значительно подрывает жемчужную промышленность. Последовавший затем мировой экономический кризис, Великой депрессии, и изобретение в Японии способа получения более дешевого жемчуга, окончательно разрушает многовековой промысел, что приводит к экономическим трудностям и чрезвычайной бедности населения. Однако, с развитием промышленности в 20 веке, большую ценность начинает приобретать нефть. Еще в 1908 году она была обнаружена в коммерческих количествах на юге Ирана. В начале 1920-х годов правители всех эмиратов Персидского залива направили своим британским патроном послание с предложением разведки местных недр. Правивший в то время в Шарджи, который тогда был экономическим лидером, а не как сейчас, паразитируя на соседних туристических эмиратов, Шейх Халил бен Ахмед первым предложил британцам заняться поисками нефти. Моя цель в написании этого письма заключается в том, чтобы приветствовать вас и поинтересоваться вашим здоровьем. Вам не безызвестно, что я пишу это послание по доброй воле. Заверяю вас, что в случае обнаружения нефти в моем регионе я не предоставлю концессии иностранцам, кроме лиц, которых укажет британское правительство. Из письма шейха Халил бен Ахмеда британскому политическому агенту. Тем не менее, первые нефтепоисковые работы в протекторате начались только во второй половине 30-х годов на территории Эмирата Абудаби, на основе договоренности правителя этого Эмирата с компанией нефтяного развития договорного побережья. Компании было предоставлено концессия на ведение работ на территории всего Эмирата и его водах. Затем аналогичные договоренности с нею подписали Дубай, ну и остальные Эмираты. Однако нефтяные богатства, которые правители могли видеть в доходах с соседних стран, таких как Иран, Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия, где уже было найдено нефть, оставалось недостижимым. К тому времени работы были свернуты из начала Второй мировой войны. Уже после войны нефтепоисковые работы были возобновлены. Первые скважины в Абудаве были пробурены операционной компанией APC Petroleum Development в Сварасадре в 1950 году. Но скважина глубиной 4000 метров оказалась сухой. При огромных для того времени затратах в 1 миллион футов стерлингов, как говорится, не повезло, не фартануло. А вот кому фартануло, так это тем иностранным компаниям, которые в 90-е получили наши казахстанские месторождения, разведанные коммунистами практически за даром. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. В результате нефть в Абудаве была найдена только в 1958 году. А в Дубае, занимающем второе место, с отставанием в 25 раз в 1966, тройку нефтелидеров замыкает Шарджа, в которой поиски продолжались более 30 лет, в ходе которых сменилось несколько добывающих компаний. Сначала были Бамин, Шелл, затем их заменила компания Баттлгаза Дойл. Именно последняя из перечисленных сумела обнаружить месторождение Бабарак, недалеко от острова Абумуса, занято в том же году Ираном. Кстати, об этом. Интересно, что у соседей Эмиратов, таких же арабских стран, жизнь кипела на полную. Началось все после Первой мировой войны с раздела Османской империи Антанты. Сирия и Ливан перешли под контроль Франции, Палестина, Иордания, Ирак, Великобритании, на западе Аравийского полуострова при поддержке англичан образовались независимые государства Хиджаз, Недж, Асир и Йемен. Впоследствии Асир вошел в состав Неджа, а затем и Недж и Хиджаз стали частью Саудовской Аравии. Затем, после Второй мировой войны, начался всемирный подъем левых сил. Даже в самой Великобритании на выборах 1945 года победила рабочая лейбористская партия, поддерживающая идею деколонизации. Так и началась антиколониальная политика социалистов всего мира, которым присоединился внезапно молодой империорист в лице США. Само собой, американцы преследовали свои корыстные цели, а именно, ослабить конкурентов и прибрать их имущество в виде рынка сбыта и дешевых ресурсов себе. Переломным моментом стал Суэцкий кризис 1956 года, где объединились национально-освободительные силы Египта, соцблок и США. В ходе чего этот важнейший торговый путь был национализирован, а Британии и Франции пришлось уйти ни с чем. Новообразованные государства Ближнего Востока предпринимали попытки построения независимости на принципах социализма и противодействовали империализму с переменным успехом, из-за чего становились арены борьбы, холодной войне между коллективным Западом и соцблоком. Не стали исключением и Эмираты. В 1966 году стало ясно, что британское правительство больше не могло управлять и защищать договорный Оман, чем воспользовались соседи в лице Ирана и Саудовской Аравии, предъявив Оману территориальные претензии, из-за чего в ходе переговоров шейхам Омана пришлось дать остров Томб в аренду за 3 миллиона долларов в год. Но на этом проблемы шейхов не заканчивались. В султанате Оман в провинции Дафар еще 1963 года организации фронта освобождения Дафара велась война за образование независимого государства. Эта организация изначально поддерживалась Саудовской Аравией. Однако с первых день восстания у него были вовлечены несириты и другие социалистические движения, которые в ходе восстания получали все большее влияние. Фронт освобождения Дафара Оманская левая организация, созданная марксистской молодежью в 1965 году в Салале, вела в южной провинции Омана Дафаре вооруженную борьбу за создание независимого государства. Члены организации проходили обучение в СССР в 165-м учебном центре по подготовке иностранных военнослужащих. При поддержке Южного Йемена дафарские повстанцы в течение 10 лет сражались с правительственными силами. В настоящее время фронт освобождения Дафара существует как малочисленная организация с центром в Лондоне. Освободительное движение Дафар приняло марсистско-ленинскую идеологию с целью освобождения всего Персидского залива от британского империализма. Политолог Фред Холидей сообщил во время своего визита в этот район, что куда бы мы ни пошли, мы видели людей, носящих значки Мао и Ленина, читающих социалистические произведения и обсуждающие их. Главной их победой, а вследствие и поражением, вот такая вот диалектика, стал бескровный дворцовый переворот 1970 года в султанате Аман. Султан Саин III бен Таймур от трех саотронов в пользу сына. Однако новый султан начал проводить реформы, заручился военной поддержкой Великобритании и с их помощью одержал победу над революционерами. Таким образом, шейхи договорного Амана, долгие годы находившиеся под защитой Великобритании, с ее уходом оказались не в простой политической обстановке, обусловленной как территориальными претензиями соседних государств, так и деятельностью революционных организаций, таких как БААС, действовавших в регионе под названием Абу Кифаха Аля Араби и Народный фронт освобождения Арабского залива. Партия Арабского социалистического возрождения, кратко именуется БААС, возрождение, воскрешение. Политическая партия, основанная в Сирии Мишелем Афляком, Салахом Аддин Битаром и Закии Арсузи в 1947 году. Идеология партии БААСИЗМ, представляющая собой синтез арабского социализма и панарабизма. Партия имела влияние во многих арабских странах. В 1963 году БААСИСТЫ смогли захватить власть в Ираке в результате военного переворота. Однако их режим был свергнут через несколько месяцев. В том же году БААСИСТЫ взяли власть в Сирии в ходе революции 8 марта, которая положила начало длительному правлению партии в этой стране. Предоставление независимости Арабским Эмиратам совпало в очередной Арабо-Израильской войной в 1973 году, которая сопровождалась резким ростом цен на нефть в результате введенного ОПЕК-эмбарго на ее продажу странам Западной Европы, ну, союзникам Израиля. А также повысили цену на сырую нефть Троя. Этот скачок цены на нефть значительно помог новому государству в развитии экономики. Нам, кстати, тоже очень повезло в нулевые, когда цена на нефть была выше 100 долларов за баррель. И многие это ощутили на себе. Киры, машины, праздновали ТОи, но все равно не прекращали мечтать о жизни, как в Дубае. Ну вот мы и подошли к истории успеха Арабских Эмиратов. Как мы знаем, эти самые Эмираты исторически находятся на пересечении морских торговых путей из Европы в Азию, что всегда является важнейшим фактором для экономического развития до сих пор. Кстати, именно из-за появления более дешевых и безопасных морских путей вымер наш сухопутный шелковый путь, вследствие чего развитие Центральной Азии остановилось на долгие века. Шейх Дубая решил сделать из него экономический финансовый центр региона. До середины 70-х им был Ливанский Бейрут. В 1975 году Ливан охватила гражданская война. Банкиры и транснациональные компании стали искать новое место для своих региональных штаб-квартир. Изначально казалось, что им станет Тегеран. Но в 1979 году в Иране случилась исламская революция или контрреволюция. Тогда Дубай также стал подобием в Майами в Персидском заливе, принимая основной поток иранской иммиграции, деятельность которой вскоре сосредоточилась на контрабанде золота, сигарет, алкоголя в Иран и Индию. Затем, с одобрения Тегерана, Дубай привлек массу иранской буржуазии, использующую Дубай уже скорее как Гонконг, чем Майами, а именно, в качестве базы для торговли и межнационального образа жизни, столь привычного современной элите. Иранская тусовка отвечает примерно за 30% вкладу в дубайскую недвижимость. Санкции и множество ее предприимчивых жителей бегут в рядом расположенные страны, скупают недвижимость и занимаются бизнесом легально и нелегально. Вам это ничего не напоминает? Как говорится, кризис время возможностей и свои возможности арабы не упустили и в 80-х и в 90-х. На фоне оккупации Ираком Кувейта Арабские Эмираты решают занять прозападную позицию. Власти, занимавшие до этого критическую позицию в отношении Израиля, вдруг объявили тогдашнего лидера палестинской автономии Арафата персоной Нонграта. Депортировали более 500 и арестовали и более 400 палестинских активистов. Шейх Заед тогда публично иронизировал, высмеивая попытку Арафата сравнить палестинский вопрос с оккупацией Кувейта. Еще недавно Эмираты последовательно критиковали США. Теперь же риторика кардинально изменилась. Страна вошла в антииракскую коалицию, выделила на нее средства и заняла позицию надежного партнера Запада. При этом руководство Эмиратов предоставило многочисленные гарантии сотрудничества не только в политической сфере. Речь шла также о соблюдении со стороны ОАЭ экономических интересов развитых стран и корпораций. О приверженности британской системе права, о курсе на вступление международной торговой организации, снятие таможенных барьеров и совершенствование инвестиционного законодательства. Активная роль Эмиратов привлечения в коалицию новых партнеров, в том числе Индии, Пакистана и Бангладеша. Деятельная помощь в эвакуации беженцев, обеспечения функционирования торговых и пассажирских путей в момент, когда основные перевозчики устранились. Двухкратное превышение квоты ОПЕК на добычу нефти для поддержки рынка позволили стране занять впоследствии позицию привилегированного партнера, главного торгового посредника и финансового центра не только региона Залива, но и всей территории от Индокитая и Австралии до Великобритании. Вот тогда-то Дубай становится главной прачечной для отмыва грязных денег и любимым логовом бандитов и террористов. Wall Street Journal в 2006 году описал обратную сторону глянцевого Дубая. Золотые и алмазные базары, дома обмена и неформальные денежные лавки уже давно сформировали мир темного дубайского бизнеса, строящегося на тайных связях и вассальных клановых отношениях. Воротилы черного рынка, торговцы оружием, спонсоры террористов и отмыватели денег очень комфортабельно вписались в вольную среду, при том, что большая часть бизнеса не противоречит законодательству. Впрочем, ничего удивительного тут нет. Бизнес, он и в Азии бизнес. Ведь фактически с 92 по 2005 у Дубая не было конкурентов в регионе. Если Саудовская Аравия и Катар стали главными тыловыми базами для созданной США коалиции, то именно Арабские Эмираты главным логистическим партнером и во время военных действий в Персидском заливе, и во время афганской кампании. Если все же отбросить теневую сторону экономики Эмиратов, то действительно они, а конкретно Дубай, добились неплохой диверсификации экономики. Она была сосредоточена вокруг торговли и создания судоходных и логистических центров, а в частности порта Рашид и свободной зоны Джабель Али, а также международного аэропорта Дубая, который приносит порядка 30% ВВП Эмирату. Да, у нас нет выхода в океан, и поэтому остается только надеяться на возрождение шелкового пути. Тем более, что новая империалистическая держава с китайской спецификой, вот уже 10 лет все собирается его построить. Туризм также является одной из самых крупных не нефтяных источников дохода в Арабских Эмиратах. И, наверное, многие наслышаны о поражающей роскоши отелей, расположенных в Дубае. Возможно, не только слышали, но и бывали там. Вряд ли больше, чем пару раз. Ну, во-первых, не так уж богатые жители СНГ, а во-вторых, что там делать повторно. Поэтому, такие туристы, как вы, вряд ли составляют основу инвестиций этого Эмирата. А вот крупные бизнесмены, да. И действительно, Дубай достиг того, о чем американские неолиберальные экономисты могут только мечтать. Оазис свободного предпринимательства без налогов, профсоюзов и политической оппозиции. Как и положено, раю потребления национальный праздник Дубая, а также его мировой символ это фестиваль шоппинга. Потребительская оргия, которая начинается 12 января и длится месяц при поддержке 25 крупнейших торговых центров города и участие 4 миллионов элитных покупателей со всего Среднего Востока Южной Азии. Правда, тут возникает вопрос, где же берут деньги все эти элитные покупатели и инвесторы, скупающие дорогие виллы на искусственных островах десятками? И с прибавочной стоимости. Кстати, о недвижимости Дубая. Пожалуй, все многие слышали про искусственные острова, насыпанные из песка. Конечно, самый распиаренный из них это Пальма Джумейра, строительство которой началось в 2001 году. Сейчас там проживает около 10 тысяч человек. На острове находятся роскошные гостиницы, виллы, многоэтажные дома, проходит монорельсовая дорога. Не меньше пиара было и вокруг Пальмы Джебель Али, Пальмы Дейра, Архипелагов Мир и Вселенная, в проектов, от масштаба в которых могла закружиться голова, только на острове Пальмы Джебель Али планировалось разместить более 250 тысяч человек, а на Пальме Дейра почти 1 миллион. Но эти планы, несмотря на то, что прошло уже почти два десятка лет, до сих пор остаются незавершенными. По причине того, что закончились деньги? Нет, не у самих шейхов, а у иностранных инвесторов, еще планировалось окупить столь масштабные проекты. Увы, таким конфузом подвержен не только Казахстан со своими ЛРТ и Актау-Сити. Почему так? Ну это обычный кризис перепроизводства, свойственный либерально-рыночной экономике. Кризис перепроизводства. В некоторых экономических теориях разновидность экономических кризисов является одной из фаз экономического цикла. Отличается падением цен вследствие наступившего перепроизводства товаров и услуг. Характерен для капиталистической экономики. Порожден явлением расширенного воспроизводства. Википедия. А вот плановой экономике такие кризисы не свойственны, и поэтому в СССР могли спокойно за 30 лет в голой степи построить больше 30 городов. Не как в Эмиратах за 30 лет один Дубай, хоть и в пустыне. Такая хрупкая зависимость от внешних инвестиций и доходов от нефти тоже очень похожа на нашу страну. Доля нефтегазовых отраслей ВВП Казахстана и Эмиратов примерно одинакова. Так почему же Дубай это сказка, а Казахстан тоже сказка? И как сказки чем дальше тем страшнее. И здесь мы подходим к самой главной причине экономического развития, ну кроме сырья. Политические институты. Шутка. 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 Шучу. Здесь вообще-то абсолютная монархия, от которой даже либералы в шоке. Президента у них выбирают очень интересно. Собираются все семь эмиров и голосуют, кто же будет следующим президентом. А президентом всегда становится эмир Абудаби, потому что 85% территории всей страны это Эмират Абудаби и почти все полезные ископаемые находятся тоже в Абудаби. Получается, у кого деньги, тот и правит. Ну, только если вы не хотите возрождения казахского ханства со всеми вытекающими или жить по шариату, хоть с оговорками, когда дело касается прибыли, типа снятия запрета на распитие алкоголя в барах или ношение купальников на пляже. Ну, это не для нашей многоконфессиональной страны. Так в чем же тогда секрет успеха? А никакого секрета нет. Все как обычно при капитализме. Дешевая, рабочая сила. Еще в 1963 году численность населения всего договорного Амана составляла целых 95 тысяч человек. Но уже через 3 года она удваивается. И как мы помним, именно в это время в конце 50-х была найдена нефть в Абудаби, а в середине 60-х в Дубае. Как вы понимаете, за счет естественного прироста за 3 года население не может удвоиться. И тут Эмиратам опять повезло с географическим положением. Ведь рядом оказались такие страны, как Индия и Пакистан с огромным населением, готовым работать за относительно небольшие деньги. Местное же немногочисленное население было задействовано в основном на госслужбе и сфере управления. Впрочем, такая же ситуация наблюдается и в других нефтяных монархиях Персидского залива. Динамика прироста населения Арабских Эмиратов показывает, что рост численности все время до недавних пор был выше естественного прироста. В начале 80-х он снижался во время мировой рецессии и падения производства нефти. Хотя естественный прирост сохранялся на прежнем уровне. По состоянию на 2018 год число граждан Объединенных Арабских Эмиратов составляет около 11,5%. А остальные 88,5% составляют иностранные рабочие. Самая большая группа жителей, не являющихся гражданами Объединенных Арабских Эмиратов, это представители Южной Азии 59,4%. Включая индейцев 38,2%. Бангладешцев 9,5%. Пакистанцев 9,4%. Других 2,3%. Египтяне 10,2%. Филиппинцы 6,1%. Другие 12,8%. Если написать в гугле запрос о жизни в Эмиратах, то первыми выходят статьи, рассказывающие о райской жизни местных жителей. Об огромной зарплате в среднем 10 тысяч долларов, с потолком чуть ли не до 100 тысяч долларов в месяц, выплатах при заключении брака, рождения детей. И это правда, но только для 11% коренных жителей. Диапазон же зарплат большей части рабочих, уборщиков, горничных, дворников, водителей, строителей, продавцов и других всего от 270 до 816 долларов в месяц. Дубаев вместе с соседними Эмиратами весьма преуспел в ущемлении прав рабочих. Правсоюзы, забастовки, агитаторы находятся там под запретом, а 99% рабочих в частном секторе это легко депортируемые неграждане. На вершине социальной пирамиды, конечно, находятся местные шейхи и их родственники, которые владеют в Эмиратах каждой приносящей прибыль песчинкой. Далее идут коренные жители, составляющие, как мы уже говорили, 11% от общей численности населения, чьей привилегией является ношение традиционной белой деждаши. Они представляют собой праздный класс, чья лояльность династии обеспечена перераспределением прибыли в их пользу, бесплатным образованием и рабочими местами в государственном секторе. Ступенью ниже избалованные режимом наемники. Это примерно 100 тысяч британских экспатриантов, которые наряду с другими европейскими, ливанскими и индийскими менеджерами и специалистами в полной мере используются кондиционированным изобилием и двухмесячным заграничным отпуском каждое лето. Стиль жизни Дубаев поддерживается огромным количеством филиппинских, шри-ланкийских и индийских служанок, а строительный бум обеспечивает армии низкооплачиваемых пакистанцев и индийцев, работающих по 12 часов в сутки 6,5 дней в неделю в пустыне, похожей на доменную печь. Как в 2005 году в разоблачительной статье о Дубае подчеркнула британская газета Independent, «Рынок труда очень напоминает старую систему кабального труда, внедрённую в Дубае его прежними колониальными хозяевами-британцами». «Сегодня азиатские рабочие, приезжающие в Объединённые Арабские Эмираты, подобно своим нищим предкам, вынуждены обрекать себя на многолетнее рабство. Своих прав трудовые мигранты лишаются в аэропорту, где вербовочные агенты конфискуют их паспорта и визы». Ник Мео, Independent, 1 марта 2005 года. Эти невольники Дубая не просто подвергаются сверхэксплуатации, они должны быть полностью скрыты от любопытных глаз. Местная пресса, а Эмираты стоят на 138 месте в мире по свободе печати, не смеет рассказывать про рабочих мигрантов, про условия труда и проституцию. Азиатским рабочим строго запрещено появляться в сияющих торговых центрах на свежих полях для гольфа и чопорных ресторанах. Мрачные лагеря на окраине, в которых рабочие теснятся по 6, 8, даже 12 человек в комнате без вентиляции, не являются частью официального туристического имиджа города, как центра роскоши без всяких трущоб и нищеты. Дабы избежать шиитских выступлений, с которыми столько хорошо знакомы господа из Бахрейна и Саудовской Аравии, Дубай, наряду с соседними Эмиратами, черпает трудовой ресурс Западной Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеша, Непала и Филиппин. Однако такая политика лишь сплотила азиатских рабочих, которые незаметно стали недовольным большинством. В ответ власти приняли политику культурной терпимости, которая запрещает дальнейший наим азиатов, дабы разбавить их массу новыми арабскими рабочими. Но дискриминация азиатов не помогла, низкая зарплата не привлекает много арабов, а пренебрежение технической безопасностью и основными нуждами рабочих, в результате которых только в 2004 году на стройках погибло 880 строителей, породило первое в истории дубайское восстание. Первый взрыв негодования пришелся на осень 2004, когда несколько тысяч рабочих азиатов устроили шествие к Министерству труда вдоль восьмиполосного проспекта Шейха Заеда и были разогнаны вооруженной полицией в присутствии официальных лиц, угрожающих массовой депортацией. Демонстрации стачки меньших масштабов против невыплаты зарплаты и опасных условий труда продолжались в течение 2005 года, подогреваемые крупными весенними восстаниями в англодежских рабочих в Кувейте. В сентябре того же года 7000 рабочих организовали трехчасовую демонстрацию – крупнейший протест в истории Дубая. Позднее, в марте 2006, жестокость надзирателей спровоцировала погром в обширной строительной площадке башни Бурдж-Дубая. 2500 изнуренных рабочих стояли после смены в ожидании сильно запаздывавших автобусов, и к ним начала придираться охрана. Разъярённые строители избили охрану и напали на строительный штаб. Стали сжечь фирменные машины, громить контору и аппаратуру, взламывать сейфы. На следующее утро рабочие отказались от работы и решили бастовать до тех пор, пока их работодатель Альнабул Энурург не поднимет зарплату и не улучшит условия труда. За бастовки примкнули тысячи строителей нового терминала аэропорта. Хотя некоторые уступки в перемешку с угрозами вернули большинство рабочих на стройплощадки, угли недовольства продолжали тлеть. В июле сотни рабочих проекта «Арабские конюшни» на эмиратской дороге устроили бунт по поводу нехватки чистой воды для готовки и мытья в их лагере. Иные рабочие организовывали совещания нелегальных профсоюзов, не раз угрожали пикетировать гостиницы и торговые центры. В декабре 2005 года Консульство Индии в Дубае предоставило правительству Индии отчёт с подробным описанием трудовых проблем, с которыми сталкиваются индийские экспатрианты в Эмирате. В отчёте подчёркивались задержки с выплатой заработной платы, замена трудовых договоров, преждевременное превращение работы и чрезмерное рабочее время в качестве некоторых проблем, с которыми сталкиваются индийские рабочие в городе. Консульство также сообщило, что 109 индийских рабочих совершили самоубийство в 2006 году. По давлению международного резонанса января 2016 года в Эмиратах всё же был издан министерский указ, первый в своём роде в странах Совета Сотрудничества Арабских Эмиратов, призванный хоть как-то защитить низкооплачиваемых трудящихся мигрантов от принудительного труда. Однако в январе 2020 года сообщалось, что работодатели-эксплуататоры в Эмиратах использовали туристические визы для найма граждан Индии, что привело к мошенничеству, в результате которого несколько работников оказались уязвимыми для злоупотребления в сфере труда. Предпочтение отдавалось визам для посещения, поскольку они быстрее и дешевле, чем разрешение на работу. Так что указ указом, а бизнес есть бизнес. В мае 2021 года различные правозащитные организации заявили, что Transward Group, которая может похвастаться тем, что является ведущим поставщиком бизнес-решений в Эмиратах, причастна к жестокому обращению с рабочими мигрантами. Согласно Ресурсному центру бизнеса и прав человека, в некоторых отчётах утверждается, что фирма конфисковала паспорта, предлагала сотрудникам заработную плату ниже минимальной заработной платы, навязывала принудительные изменения трудового договора. Так что жизнь рабочих в Эмиратах далека от сказок, в отличие от кланов арабских шейхов. Самым влиятельным кланом является клан Аль-Нахаянов, правителей самого большого и богатого Эмирата Абу-Даби, состояние которого оценивается в 150 миллиардов долларов. Во главе клана с мая 2022 года находится шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян, являющийся правителем Абу-Даби и всех Эмиратов. Следующим по влиянию кланом является семья Аль-Мактум. Главой клана является Мухаммед имн Рашид Аль-Мактум, правитель Дубая. Он также премьер-министр и министр обороны Эмиратов. Его личное состояние оценивается более чем в 4 миллиарда долларов. Его наследником считается второй сын Хабдан имбахабид Аль-Мактум, чье состояние оценивается в 18 миллионов долларов. Побольше, чем у бати. Третий по влиянию клан это семья Аль-Касими, правящая в Шарджи и Расль-Хайме. Впрочем, даже такое богатство не может принести счастье всем членам этих семейств. Семья Аль-Мактум прославилась побегами дочерей главы клана Шамсы и Латифы, а также жены Хайм с детьми. Двое сыновей султана бен Мухаммад Аль-Касими или просто шейха султана третьего, правители Шарджи, скончались от передозировки наркотиков. А теперь проведем небольшой сравнительный экономический анализ. ВВП Казахстана в 2020 году оценивался примерно 170 миллиардов, в ВВП Арабских Эмиратов 400, то есть почти в два раза больше. А в пересчете по ППС у Казахстана 500 миллиардов, а у Эмиратов 660. Ну не такая уж большая разница. При этом население Арабских Эмиратов вместе с мигрантами составляет чуть более 10 миллионов человек, тогда как у нас в 2022 году это 19 миллионов человек, то есть почти в два раза больше. Из-за чего ВВП на душу населения у нас меньше. Правда и нефти в Казахстане меньше. По оценкам запасы нефти в Казахстане составляют 30 миллиардов баррелей, а у Эмиратов 90. По объему добычи же Казахстан заступает Эмиратам примерно вдвое. 86 миллионов тонн против 166 миллионов тонн. Да и тенге в угоду иностранным инвесторам и местным бизнесменам, ориентированных на экспорт, значительно недооценен. В июле 2021 года Биг Мак в Казахстане стоил 900 тенге или с учетом среднего курса 2 доллара 11 центов. При учете, что в США стоимость бургера составляет 5 долларов 65 центов, курс тенге к иностранной валюте должен был бы составлять 159 тенге 29 тен за доллар. Получается, что тенге недооценен на 62,6%. Валюта Эмиратов тоже недооценена, но по расчетам на 2019 год только на 30%. Слово сказать, в Эмиратах 1% богатейших жителей имеет целых 43% всех богат страны. Казахстанские олигархи тут отстают 29%. Ну а в Советском Союзе этот элитный 1% имел всего 2% от всех богат страны. То есть доходы были равномерно распределены между всеми гражданами. Можете это называть уравниловкой, а можете честно заработанными своим трудом средствами. Но не стоит обольщаться, что в Казахстане социальное неравенство меньше, чем в Эмиратах в результате советского наследия. Просто значительная часть крупнейших предприятий Казахстана, в отличие от тех же Эмиратов, не принадлежит нашему государству. Например, доля иностранцев в нефтяной отрасли составляет целых 70%. В то время как в Эмиратах основная добыча сырья производится компаниями, в которых 60% принадлежит государству. Государственные компании владеют также от 60 до 100% в смежных бизнесах. Разведки, бурений, транспортировки, переработки разного уровня. При этом компании нефтегазового сектора уплачивают налог на прибыль до 85% в зависимости от типа производства, делая эффективно минимальную долю государства доходов от добычи углеводородов близкой к 92%. Интересным примером успешного государственного бизнеса является авиакомпании Эмирейтс и Этиад. Также государство осуществляет жесткий контроль за ценами. Министерство здравоохранения определяет цены на примерно 8 тысяч медикаментов. Электричество и вода продаются по жестким тарифам. Контролируются цены на большое число потребительских товаров. Такой контроль был законодательно закреплен 23 сентября 2008 года. Фактически власти Эмиратов имеют право устанавливать рекомендованные цены. А ритейлеры должны утверждать цены на товары у специального комитета. Причем утверждение может быть отозвано, если комитет сочтет, что обстоятельства изменились. В 2013 году почти 5% ВВП страны было потрачено на субсидирование граждан энергии и моторного топлива. У нас, кстати, к этому методу государство прибегло только после январских событий и вело жесткие цены на топливо. Еще одной отраслью госуправления и субсидирования, как и практически по всему миру, является сельское хозяйство. Государство гарантирует выкуп 100% конечного продукта у фермеров по выгодной цене вне зависимости от конъюнктуры мировых цен. Это к тому, что государство вполне может быть эффективным собственником. Просто надо всегда помнить, в чьих руках государство и, соответственно, чьи интересы оно отстаивает. При социализме государство принадлежит рабочим, а при капитализме – буржуям. У нас это компрадорская буржуазия, которая тупо сдает наши месторождения в аренду иностранным буржуям, а у них – национальная, которая управляет государством во имя нации, при этом эксплуатируя безбожно всех остальных. Ну на что наши националисты произнесут, ну так правильно же – национальный бизнес, а значит и доход и привилегии должны принадлежать нации, вернее коренной, этнической нации, а все остальные пускай спасибо скажут, что могут жить и работать на нашей казахской земле. Но к вашему огорчению, граждане националисты, я даже не буду говорить о том, что Казахстан – многонациональное государство и что никто из этих национальных бизнесменов не собирается с вами делиться прибылью. Нет, простая математика, она не на вашей стороне. Специально для вас я повторю, доходы в эмиратах распределяются между 11% населения, это всего около 1 млн человек. У нас же казахи составляют 69%, это целых 13 млн человек. Просто не выйдет каждому стать шейхом. Но ведь можно и ужать этот списочек до одного жуза, старшего например, это же выходцы из старшего жуза, призванные править с самого рождения. Итак, представители старшего жуза – 3,5 млн. Что-то все равно многовато. Ну давайте тогда сократим до одного ру. Например, шапорашта. Ну а если вы не шапорашта, тогда не обижайтесь, вы ведь хотите как в эмиратах? Стоп. А может мы уже живем как в эмиратах? У нас вон даже президент Укаев постановил раздать 50% дохода нацфонда детям. Кстати, тоже довольно издевательская идея. Допустим, там за 18 лет каждый ребенок получит, ну, по 3000 долларов. Ну ладно, по 6. Цим из том, что потратить его можно будет только на образование или покупку жилья. То есть вместо внедрения бесплатного образования и доступного жилья, как это было в том же СССР, нам в очередной раз кидают подачку под видом неслыханной заботы о населении. Ну что-то я отвлекся, так на чем я остановился? Что стало с американской мечтой? Что стало с американской мечтой? Она стала явью. Разуй глаза. А точно, мы уже живем как в эмиратах. Ведь у нас уже давно подобно Аль Мактумам и Аль Нахаянам всем заправляют несколько кланов. По данным Forbes, Казахстан за 21 год суммарное состояние 50 богатейших казахстанцев составило 37,5 миллиардов долларов. В структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса. Это 61,5 процента. Доля налогов всего 7,3 процента. А на заработные платы казахстанцев приходится менее третьи. 31 с небольшим процентом. Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7 процента. То есть, в полтора раза больше, чем у нас. Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты, в частности, KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно. Они, подобно арабским шейхам, живут в роскошных дворцах, ездят на Бентли и Роллс-Ройсах, а их дети, как и арабские шейхи, учатся в Сан-Дархёрсе. Вот и получается, что в целом, несмотря на различия, обусловленные в основном природно-географическими и демографическими особенностями, ситуация в обеих странах одинаковая. Большая часть населения трудится за гроши, тогда как меньшая его часть получает в разы больше. Что вполне закономерно для капитализма. Но благодаря социалистическому периоду в нашей стране все не так уж плохо. Ведь если вы не попали в первую половину казахстанцев по размеру доходов, то все равно вам повезло больше, чем той же половине эмиратовцев. Ведь вас не могут депортировать, в отличие от них. Вы можете оставить свои права в легальном поле. Да, жить как эмиратовские шейхи мы все не сможем. Но и допустить жизнь как эмиратовские рабочие мы не должны. Ведь все к этому идет. Каждый год правящий класс отбирает у нас социальные блага, завоеванные нашими революционными предками, заставляет нас работать за меньшие деньги и путем инфляции. Лишает нас легальной возможности отстаивать свои права. Если уж ты мечтаешь о лучшей жизни, то мечтай о лучшей жизни для всех, а не для кучки избранных. Уйлайн, жолдас!